на сколько я пользуюсь уже с 200 с декабря месяца а вот у нас уже загрузился коснитесь экрана чтобы настроить windows мобайл давайте аккуратно попробуем выбрать и хотя я совершенно не представляю как можно калибровку экрана провести пальцем но давайте попробуем крестик реагирует очень чувствительный тач сразу обращаю ваше внимание то есть потрясающе нажатие чувствуется абсолютно точно кстати первое отличие заметьте раньше у нас было по калибровке 5 точек 1 2 3 4 5 то есть по углам и центр а здесь мы видим еще еще дополнительно две точки калибровка прошла ну здесь мы выбираем стандартная выбор часового пояса даты и времени я сейчас не буду это установить параметры давайте нажмем далее можно защитить устройство паролем естественный пропуск учетная запись электронной почты я всегда создаю после запуска коммуникатора это электронная почта mail google и поэтому нажимаем пропуск настройка завершена нас просят коснуться пальцем устройства и так мы сейчас видим установку софта от эйсер а в данный момент устанавливается notification менеджер это значит одно из пятнадцати приложений сверху мне надпись startup cup installer сейчас установится приложение фейсбук spin let's cup устанавливается это следующее приложение обращаю ваше внимание что adobe reader устанавливается обращаю ваше внимание что верхний значит бар у нас стал теперь узкий это 653 сейчас становится connection wizard 6 приложение с 15 то есть верхний бар узкий поэтому в принципе как везде на прошивках которые мы привыкли с нижним пуском дайлер hvga устанавливается значит адресная книга phone и book приложение preference альбом асер асер это уже десятое приложение мы все приложения потом рассмотрим более подробно как до коммуникатор у нас запустится сразу говорю что то нас значит первый обзор такой мы собираемся ввести его в серию мы собираемся рассказывать вам о новых коммуникаторах фирмы асер чтобы вы всегда смогли ориентироваться зависимости от ваших желаний какой коммуникатор вы хотите приобрести здесь мы увидим установку acer shell кстати весьма интересно что у нас это приложение представляет из себя я еще его не видел это уже 11 приложение причем интересно до 11 из 15 приложение для работы с контактами acer pim устанавливается acer sync это приложение нам уже известно по другим аппаратом оно предназначено для синхронизации не только с компьютером но и с аккаунтом google что весьма удобно на s200 я постоянно пользуюсь данной функцией настройка вручную старт меню acer темы ну вот установка скоро завершится на самом деле вот сейчас скажем так данные достаточно мелко пишутся я вряд ли думаю что вам хорошо видно идет установка flex вопрос что это у нас такое ждем значит насколько вы знаете windows mobile 653 это у нас нижний пуск это уже адаптированное меню это уже полная пальцы ориентируется это конечно еще не 655 но уже достаточно удобная система кстати заметьте в принципе экран это не w вга но все-таки h вга экран достаточно четкий углы обзора шикарные яркость достаточно фирма acer нам обещала 6 степеней регулировки яркости подсветки на данном аппарате мы все с вами это увидим установка завершается установка завершается пока давайте еще раз сравним с s200 то есть очень похожие аппараты за исключением более острых граней давайте сравним со старым аппаратом глафиш это x 900 знаменитой фирмы глафиш посмотрите разницу в толщине экран намного меньше хотя и но это мой старичок один из первых старых коммуникаторов и давайте сравним значит с недорогим андроид фоном линейки битач это у нас аппарат е 120 андроид 1.6 то есть вы видите разницу итак установка у нас завершена нажимаем ok идет перезагрузка это грубо говоря на самом деле первый скажем так у аппарата полноценный старт без установки приложений мы сейчас с вами подтвердили все UEM приложения Acer прошивка 1.0.23 русская стандартный welcome head windows такой же был и на s200 и так так мы видим с вами титан давайте попробуем на самом деле очень хорошо работает тач очень чувствителен я практически не нажимаю слегка веду ну и естественно пуск темы мы с вами не смотрели на данный момент то есть это стандартно диспетчер связи заметьте диспетчер связи у нас здесь уже цветной то есть телефон включен он горит зеленым передача данных у нас выключена кстати заметьте внимательно обратите внимание у нас появился новый пункт передача данных в роуминге это очень важно с точки зрения тех кто у нас много ездит очень удобно давайте попробуем выключить телефон все у нас нет не стоит sim карты мы с вами увидели стандартный значок windows в принципе все достаточно быстро bluetooth wi-fi передача данных телефон и режим в самолете в принципе нажатием кнопки мы называем стандартную клавиатуру это у нас английский вариант клавиатуры это у нас русский вариант клавиатуры это у нас циферный вариант в принципе enter удалить все достаточно ясно и так мы с вами видим connection manager нажимаем ok положение закрылось заходим sms сообщений новых нет в принципе здесь мы видим в принципе очень похоже по 6.5 за исключением нижнего бара меню создание сообщений входящие папочки все стандартно и так мы с вами сделали первый запуск аппарата значит в продолжении обзора я познакомлю вас со стандартными функциями этого аппарата с установленными приложениями а сейчас разрешите с вами пока попрощаться спасибо прошу frofin так думаю у то все пишите которые у до